Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы отправимся с вами на рынок Вабене Термы. Он проходит каждую среду только в утренние часы с 8.30 до 12.30. Продавец просит не показывать цены и также марку, но я думаю, что вы увидите, что это изделие действительно достойно внимания. Продается на рынке за небольшие деньги. Есть разные цвета подобных жилеток, к ним можно подобрать также брюки и также пиджаки, но больше всего мне понравились именно жилетки. Всего 15 евро и вы получите действительно очень качественный вариант. Посмотрите, аккуратная строчка, аккуратные детали. Часто, если меня просят не показывать этикетку производителя и цену, за которую конкретно этот производитель продается на рынке, единственная причина заключается в том, что этот товар на рынке продаваться не должен. Он должен продаваться только в магазинах, но очень часто сами производители отдают свой товар, прекрасно зная, куда он попадет. При этом они закрывают один глаз. Возможно, левый, возможно, правый, возможно, оба глаза, но зачастую сами производители, которые якобы против того, чтобы их товар продавался на рынке, прекрасно знают, куда уходит их товар и где он будет продаваться. Зачастую возмущаются именно продавцы, которые продают точно такой же товар не на рынке, а в магазинах. И для них, безусловно, рынок – это большая конкуренция. Там и проходимость больше, и себестоимость ниже, и также, безусловно, цены отличаются. Цены гораздо ниже. Этот лоток знаком очень многим, и именно здесь я купила свой прекрасный жакет и также прекрасное платье. На самом деле, здесь я часто что-то покупаю. И здесь также есть марка, которую меня просят никогда не показывать. Кстати, именно этой марки я купила себе жакет. И самое интересное, что сейчас еще зима, а жакет, который я купила, он уже из новой весенней коллекции. Этих жакетов и вообще этого товара еще нет даже в магазинах. Как он попадает на рынок? Это образцы. Образцы, по которым байеры, владельцы магазинов, заказывают товар тот или иной, и соответственно, потом формируется заказ на предстоящие полгода. А тем не менее, образцы остаются, их куда-то нужно девать, их куда-то сбывают. И очень часто они оказываются на рынке к огромному неудовольствию продавцов из магазинов, владельцев магазинов. Вещи, которые я вам показываю, это, безусловно, вещи, которые мне нравятся, на которые я обратила внимание. Возможно, купила бы себе, а возможно, порекомендовала кому бы то ни было, потому что они очень хороши, потому что такое я вижу в магазинах, и потому что на рынке цена очень низкая. Кстати, сегодня мне понравился пуховик. Кто стоит, как я люблю говорить, сядьте, потому что этот пуховик стоил всего 30 евро. Я не смогла отказать себе в удовольствии его примерить. Кстати, посмотрите, как выглядит примерочное. Часто меня спрашивают, есть ли на рынках примерочное. С этим все-таки проблема. Очень часто стоит зеркало, очень часто оно разбито, к тому же грязное. Увидеть себя можно с большим трудом, но, например, многие продавцы оборудуют непосредственно в небольшом фургончике, в котором они привозят вещи на рынок. Они оборудуют все-таки даже обогреваемую, как в данном случае, примерочную. И в целом, примерить на рынке вещи можно достаточно комфортно. Посмотрите, какой красивый пуховик. Я бы его за 30 евро, безусловно, купила. Кстати, действительно, именно здесь я покупаю чаще всего. Но пуховик оказался мне маловатым. Вы знаете, я люблю оверсайзность, и в этом пуховике мне не хватает объемности, поэтому за 30 евро я не стала счастливой обладательницей такой красивой вещи. Следующий лоток – это сумки. Эти же сумки продаются в магазине. Этот магазин находится в Абонатерме, и как турист вы, безусловно, если бывали, что называется, в наших краях, этот магазин наверняка видели. И этот же ассортимент, потому что и продавец тот же самый, продается в том числе и на рынке. И, кстати, с этим продавцом у нас были договоренности о продаже на нашей платформе с Микелой, но мы сами отказались, потому что нашли более интересный ассортимент. И, возможно, когда-то сумки, которые я вам сейчас показываю, которые мне очень нравятся своим минималистичным и анонимным дизайном, возможно, когда-нибудь вы тоже увидите на нашей платформе. Ну а пока, если приедете на рынок, именно на рынке в Абонатерме, вы сможете подобные сумки найти. Следующую вещь считаю своей абсолютной находкой. Сегодня была какая-то проблема с зеркалом, его вообще не было, поэтому приходится даже не прикладывать вещи к себе, а просто показывать. Пуховик не дешевый, но очень современного дизайна. Есть в нескольких цветах, был также очень красивый голубой, как вы видите, многие вещи в пакетах, чтобы они не пачкались. Но еще лучшим вариантом я считаю этот пуховик, у которого воротник съемный из натурального меха. Очень аккуратно сделана молния, молния железная, она выглядит солидно и дорого. Вообще детали действительно прекрасные, и этот пуховик также очень модного фасона. Оба пуховика были короткие, я бы, возможно, и задумывалась о покупке подобного пуховика. Но в связи с тем, что я не очень люблю короткие варианты, мне в них просто-напросто холодно. Соответственно, эти пуховики прекрасны, современно выглядят, стоят действительно меньше, чем стоит подобный пуховик в масс-маркете, и их можно найти на рынке. Такой же вариант, как черный, есть в том числе и в белом цвете. Вообще пуховики на рынке очень интересных фасонов и стоят недорого. Можно купить не просто хороший, качественно сделанный пуховик, а самое главное, выглядящий современно, выглядящий модно и актуально на рынке за примерно 150 евро. Все, безусловно, будет зависеть от наполнителя, от производителя, все будет зависеть также от длины, но в целом за 150 евро можно найти очень хорошие варианты. Этот лоток очень любят местные жители. Этот лоток также по каким-то дням, сейчас не вспомню точно по каким, присутствует на рынке в Падуе. И здесь, что называется, сделано в Италии, но сделано китайцами, но вещи при этом остромодные. Эти же самые вещи мы с вами видим, но за большие деньги в витринах тех или иных магазинов. А на рынке действительно цена очень часто отличается на 30 евро, цена ниже. Также магазинный ассортимент. Очень нравится мне эта одежда, она необычного стиля, он не совсем характерен для Италии, но очень хорошо смотрится на тех, кому подходят подобные вещи. Это также стопроцентно сделанные в Италии вещи. Очень небольшой ассортимент, буквально штучный. Я рассказывала, что очень многие производства в Италии работают по принципу, закупают очень хорошие, качественные, дорогие ткани, возможно, известных марок, и отшивают из них то, что получится отшить. Иногда это всего 2-3 вещи, если повезет несколько больше. По этому же принципу работает и этот производитель, и этот продавец. Это производитель и продавец в одном лице, и также есть магазин Вабана Термы. Точнее их 2. Мы очень хотели, чтобы этот ассортимент присутствовал на нашей платформе, но, признаться, не смогли убедить этих производителей, этих продавцов. А сейчас они для нас уже слишком маленькие. Даже если они согласятся, мы не заведем их на свою платформу, потому что мы уже продаем очень большими объемами, и, соответственно, их склад, их размер производства нам уже не подходит. Но если, опять же, вы будете на рынке в среду в Вабана Термы, вы без труда найдете этого продавца с действительно интересным ассортиментом. Каждая вещь стоит 100 евро, возможно, чуть больше, возможно, чуть меньше. Все зависит от модели, от количества используемой ткани. За 39 евро можно купить себе очень неплохой трикотаж на рынке. Если повезет, это будет 100% шерсть. Если не повезет, то будет шерсть превалировать. Все остальное, либо акрил, либо полиэстер, нужно, что называется, уметь выбирать. Покажу вам свитер, который мне очень понравился, и я стала счастливой обладательницей этого свитера всего за 39 евро. Это снова образец. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Будете на рынке в Вабана Термы, в Паду и в Монте-Грот, то, возможно, мы с вами именно там и увидимся. На сегодня с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok.